приветствую вас дамы и господа это новый выпуск просмотр и у нас сегодня в ролике будет вает будет от ltv очень кайфовая катка очень кайфовый киберспорт так что всем приятного просмотра не забывайте поставить лайк и подписаться на канал и сразу же начинается махач пробивает шла нашего минус есть хукунский от пуджунского и там брат еще и антимага дима купал есть размер пока один в один набиваю там гражданского который пуджанский пуджанский минус это будет еще одна таверна прямо сейчас но и вот такой от лютый махач вас происходит на экране еще до горна так вот по поводу данного ролика это у нас вводит от ltv посмотрим посмотрим как он сыграет к сожалению не увидим а сейчас не куплен дота плюс поэтому ранку него не отображается поэтому похвастаться похвастаться условно рангом гранат мастера он не может но смотрите важный момент в конце видео я покажу очень прикольную фишку опять драка начинается сейчас расскажу сейчас расскажу что за фишка вас будет в конце видео но пока вы не пытается перекликать за рунку у него есть прыжок он прыгает на возвышенность рунку не перекликал но в любом случае не напитил уже спасибо так вот конце видео я покажу весьма прикольную фишку фишку как можно бить в хроносфере войда не будучи войдом и не будучи рубиком кстати поэтому кому интересно досматривайте роли до конца в конце ролика будет фишка как можно атаковать в хроносфере очень прикольная фишка возможно это баг возможно этот баг пофиксят а может быть и нет кто его знает но вот в конце видео покажу и заодно вот потом уже напишите комментарий как вы думаете это баг пища это нормально ненормально должно ли так быть или так быть не должно в общем жду ваша мнения в комментарии и так линия нас воет против разора на лайне им суппортами выступает на это линию у нас dark willow на пару с худвиком поэтому посмотрим как будто не устоять вообще не очень прикольно стоит линию против разора потому что разор будет присасываться к войду будет будет вынужден сокращать расстояние между собой разором чтобы разрывать статиклинг поэтому эту нужно будет отпрыгивать краски это своего оппонента и это не очень прикольно потому что обычно вот себе используют time волк для того чтобы себе хп восполнить восстановиться и уже сражаться на полную мощь а так придется как-то сервится это как-то не очень прикольно получается но да ладно посмотри как будет дальше он с этим поступать ну и в принципе попытается там побыть на дистанции по начальному закупу мы видим то что у нас и лтв добирайся парочку тангусов берет себе срклеточку сейчас купил со стики на линии прошли не весьма с память и активная и доп хп помешает взял себе еще и фэрик дополнительно надо два урона плюс еще вариант в оставить и чутках и пашки ну и топорик тоже себе выбирает для того чтобы по улучшить себе показатели по крипстатам обычно воды в текущей мете у нас собираются весьма стандартно и обычно это у нас mask of madness плюс молнии и только быстро у нас сейчас покупают мельнир в этой сборке кстати поводу доты в доте вышел патч этот дота еще если не ошибаюсь сыграно было уже на новом патче и он небольшой он такой немножко какие-то моменты подфиксил подправил там дека допустим мешка ослабили но чего-то прям существенного не произошло я вот только вчера записывал ролик размышлял о том будет ли патч доте выходить но и вот поэтому патч вышел но маленький большой патч крупный патч будет наверное уже где-то там конце марта выходить мне кажется потому что по сути у нас такая ситуация в киберспорте что сейчас у нас будет играться древлига с 25 числа уже через три дня начинается дремлига на 1 миллион дилеров после дремлиги у нас будет пауза и следующий крупный турнир будет играться аж в конце апреля то есть вот непонятно что будет происходить в конце вот марта в начале апреля потому что есть как бы место для проведения тир-1 турнира поэтому посмотрим захотят ли проводить тир-1 турнир по итогу захотят ли там что-то такое организовать интересно было бы узнать но это мы узнаем чуть попозже с вами я думаю в течение там двух-трех недель опять пошла грейс его снафи линии вот эти война уже есть вкачка всех трех способностей double kill там все зарабатывать временем антимэйч и убивает кстати тем временем белочку еще и фраг в аду достается приятный бонус так подсасывается у нас все временем как раз таки войду разор нами на это прыжка не поэтому азарате есть очень много урона но терять и пашка соответственно но не прикольно видим он постоянно дропает себе статовые предметы для того чтобы при помощи стика все максимально много восстановить хп и маны и это тоже весьма эффективные краски тема вот таким вот образом проживать кнопки для того чтобы в себе всегда восстанавливать больше потому что если у вас предмет серый либо находится вранца либо на земле он вам не дает сты и вы больше можете себе подрегинить по поводу пятки способности в это давайте тоже обсудим уйда у нас есть таймволк на мог это прыжок прыжок восполняет внесенный ну точнее восстанавливая то что было вода внесена в последние две секунды по урону дальше прыжка прокачивается в зависимости от раскачки от 650 до 800 и прокачивается этот прыжок и куда он падает с 24 секунд на первом уровне прокачки до 6 секунд на последнем уровне прокачки наливаем дэмэджи пока по вилке вы к падает второй спел это таймделейшн это спел который накладывает дебаф на оппонента накладывает на врагов в радиусе 750 дебаф который продлевает к колдаун способностей от 8 до 11 секунд с каждым уровнем прокачки при этом каждая пораженная способность замедляет жертву на 10 процентов и наносить ежесекундный урон вот именно так у нас ранее погибал на линии белка потому что вот его это ее обмазал тендилейшном то бишь если вы получаете два файда то лучше кнопки не нажимать а то будут проблемы будет не очень прикольно в этом на мяле нажали по нему парочку плюханцы добить не смогли но опять-таки забатили на прыжок а когда у вайда прыжок в кулдауне он играет более осторожно потому что страшно потому что есть большой шанс того что на виду не кайд килинг спри на экране у нас уже 8 3 на табло по поводу опять-таки способности длительность мы уже обсудили замедление мы уже обсудили замедление перезарядок у нас повышается от 30 до 60 процентов и урон в секунду от 7 до 13 кулдаун у нас будет минимальный 16 текущий кулдаун на первом уровне 28 секунд ман требует от 60 до 90 при последнем уровне прокачки ну и таймлок это у нас баш который срабатывает у нас с определенной вероятностью вероятность от 12 до 24 процентов зависимости от раскачки этой способности дэмэдж будет магический от 10 до 25 при этом при этом он еще еще и там все это все что сказать есть уточнение что у нас способность больше не имеет увеличенную длительность оглушения для крипов раньше крипы были дольше в оглушении и это был весьма приятный бонус про ультимативно чуть позже поговорим пока у нас начали в качестве на поэтому посмотрим что будет дальше ну все-таки в плане раскачки приятно себя прокачивать таймвол потому что его как-то восстановление хп-шки это более агрессивная дота поэтому лучше ты мог себе качать хотя бы как-то очень сильно быканул он прыгнул почему-то на лицо противнику разворачиваться обратно ой достиг живет а делаешь и пошел ой хорош минус готов по белочке красиво отыграл забайтил джебатина классно классно здорово приятно ну по кайф отыграл хоть и играет по итогу без покупки вроде бы маску в мэдоса вроде вы планируете себе о кстати и корме 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 пирожочек иди сюда пирожочек убить не прыгает в это и оставляет прогреть имейта сам идет забирать себе в пруде лотусов что конечно же лотус но есть чутка себя сможет ресурсы восстановить ой смещается у нас еще белочка запуская парочку плюханцы по войду неприятно было бы неплохо себя подрегенит но вот он передропывает по костике вниз курьера ждет я так понимаю курьере какая-то хилочка у подлетает поэтому он пока не тратит свой этот лотус да это сальва и он тебе восстановит хп как видим тоже вот краски подабуживает себе в разбил для того чтобы хп восстановилась больше потому что как видим час у него пашка было 800 копейками когда уже активизируется в разбил стало больше но я сальвик оба регенит у нас то что есть у хп здесь уже пт-шка у едам pt всегда нужно переключать потому что это экономия маны плюс пятки вас идет агрессия пт на силу чтобы было больше хп вы прыгаете пт на интеллект чтобы было больше маны если вы если вы там бьете криточков то пытая на ловкость чтобы было больше урона чтобы было больше атак спидом вот у нас герои ловкости поэтому на локации то его основной атрибутов с основной выбор пт-шки но и добирается в краски молнии молнии весьма кайфовый темной да потому что это усиление фарма плюс молнии очень классно комбинируется в хроносфере. И по поводу хроносферы. Ведь она уже готова. Как видим, скиллпоинт он не оставляет. Вкачивает хроносферу, как только появилась такая возможность. Данная способность это очень жесткая способность. Как говорится, хронокил любого. Опа. Смещаются в это время у нас на кристаллмейт. Ну, будет. Надо прыгать. Надо уходить. Подвязывается. Да, будет. Не успевая среагировать. И все-таки АЛТВ отправляется в таверну. Но пока будет в таверну. Давайте обсудим по поводу его ультимейта. Создается хроносферу в области 500. Все герои, которые попадают под хроносферу, они в ней как бы застывают. Есть нюансы. Нюанс первый в том, что если хроносферу ворует Рубик и ставит хроносферу, то тогда хроносферу, которую поставил Рубик, он в ней может передвигаться. Рубик. Но есть нюанс в том, что если ставится даже ворованная хроносфера Рубиком, Войт все равно может в ней передвигаться. Поэтому остановить войду хроносферы невозможно. Это не работает. Но есть фишка. Новый такой баг или старый баг, я не знаю. Но вот только я про него сегодня заметил, узнал Фишка заключается в том, что можно двигаться Можно даже атаковать, сражаться, будучи в хроносфере Вайда Но там есть как бы нюансы Должен быть в команде Овни Найт, должен быть в команде Земеля В команде противника Вайда И как бы там нужно сделать некие действия Я потом в конце видео покажу, как это работает Поэтому досматривайте видео до конца И узнайте фишку, как можно сломать доту И атаковать, будучи в хроносфере Ну а Водит понимает, что за ним пошел ганг Поэтому пока смещается в лес Пошел фармить, фармит нормально, добит крипочков Там, кстати, прожимается скан и на скане палец Героя команды Рейднетов Поэтому Водит у нас сыграет максимально с его Отступает максимально под вышку Вот в такой вот области он пока подфармливает Ну, на него может быть нападение Но опять-таки там есть вариант поставить франсферу на подсейв Есть вариант таймволк нажать Поэтому, скорее всего, сможет отойти Ну и добирать себе еще перчатку Для того, чтобы себе повысить зонах спид Ну и потом добрать себе молнии, конечно же Демонтирует вышку на верхней линии Очень-очень, например, старт для парней из команды Дайров получается Но, как минимум, все-таки хоть и по фрагам Четко впереди находятся игроки команды Опа, Водит полетел Хроносфера Но только по одному герою Хотелось бы накрыть еще и белку Но не получается Подсасывает Разор Тут максимально долго его фиксировали под себя Путш Хукут Путжунс Котлетает Отлично смещаются Минус Разор И еще и вышка не упала Но, правда, очень много героев смещается на верхнюю линию Точнее, все герои смещаются на верхнюю линию От команды Дайров Поэтому это немножко освобождает нижнюю линию Где фармит антимаг Но и центральная линия тоже там пока Пришная для Войт Спирита получается Так, так вот По поводу данного матча Что еще я не обсудил Таймлок себе пока взял двоечку Дальше выбирает себе баш в прилетете Все-таки повышение шанса Очень большое на 4% с каждым уровнем прокачки И также это еще и неплохой такой демош магический Залетает по таймлокам По поводу хроносферы Некоторые радиусы способностей увеличены То есть это можно увеличить при помощи таланта Также хроносфера накладывает эффект застывания И на постройки, и на вышки Ну, на вышки, постройки, понятно И на фонтан Фонтан тоже можно заткнуть хроносферой Ну и опять-таки вот описано то Что если даже против Войда применяет хроносферу Он в ней не застывает Ну это тоже мы с вами говорили уже Ну в принципе, пожалуй, все Опять-таки не забывайте, что в доте есть кнопочка alt Если нажимаете alt, то вы можете узнать больше подробностей Про способность, допустим, вот в плане Тенни Лэшена Есть уточнение, что это можно увеличить И не влияет на кубом предметов Если что Ну и в плане Тенни Волка нельзя использовать при оцепенении То есть если вы находитесь там условно в рутах В Брамбл Мейзе и так далее Вы не трех фототосом Вы не можете прыгнуть в Тенни Волке И также во время действия этой способности герой неуязвим То есть когда он именно находится в прыжке Самым он неуязвим То есть вы можете там условно дожить какие-то в себя способности Если у вас что-то летит, вы можете прыгать прямо на способность Или от способности И вы дожите эту кнопку Там условно палец Леона, Лагуна Там стан Винги Еблейд условно и так далее Перчатка Перчатка еще одна для Войда падает Эта перчатка уже лесная Это 12 демеджа Весьма кайфовый бонус При этом еще если есть герои Вражеские В радиус 1200 Войда получает себе 20 в скорости атаки Очень хороший бонус Потому что Войду очень важна Скорость атаки Потому что если Войд опять-таки Ставит хроносферу То было бы неплохо в этой хроносфере Налупить максимально-максимально много демеджа Это было бы максимально кайфово Антимаг уже смещается на верхнюю линию Решил там тоже пофармить Войд там тоже фармит Войда пока фарм хороший Опять-таки хоть и по финиш недели парни из команды дайеров Вроде как Но пока все максимально близко играется Есть там цель для агрессии Пробивают там шалуна Тем временем шалун упал Ну а Войд пока проверяет файт Ну а сам продолжает фармить Уже есть максимальный четвертый уровень раскачки у него На таймлоке Таймдилейшн в принципе нет смысла улучшать Были такие приколы раньше Даже в киберспорте на просцене Когда играли с приоритетом на таймдилейшн И даже там немножко Войда Как бы использовали такую Под сейв позицию Скажем так На тройку может быть Или там даже с портом я видел Войда пикали на просцене Ну такое Не рекомендуется Вот все-таки это больше керри герой Это прям керри-керри Кстати нападение на антимага Но вряд ли он его пройдет Нужно чтобы кто-то еще подошел А нет нормально смещается Покчамский И вот такая вот классная коллаборация Происходит на экране Вот такой вот Момент сыгромочки сделали пар Ну классно здорово Убивать антимага максимально важно Чтобы антимаг себе не добрал бф Ну и все будет максимально хорошо Кстати я забыл посмотреть Что у нас в этом матче по ММРу 525-й белочка Разор по ММРу 1700 Стиль он же Кристал Мэйден Тысячник Войт Спирит Тысячник Антимаг 700 Как-то очень маленькие у них рейтинги ЛТВ 263 Хотя у него тоже не огромный 1800 шалун Тут у нас 1800 Бодя пак 800 И путь 600 Ну по сути ЛТВ у нас как бы самый хай ММР В этом матче Но ММР как видим В целом не огромные В этой катке Ну хотя в принципе Это знаете все относительно Возможно мы немножко зажрались И там типа Ооо Меньше там 206000 ММР Как бы маловато будет Но Илюха телевизор Как бы секундочку катал Даже на турнире 1 на 1 Хотя на самом деле На турнире 1 на 1 Он там паса сам был Но таки быстро Отлетел в Дубае На даче Так это будет у нас Фастовый выход в ММР Для Войда Как мы видим Решил такую шмотку Себе в дальнейшем набирать В целом Война Отпускай будет Это будет для него Очень даже неплохое приобретение Ну и Ну и заодно подписывайтесь На мой паблик в телеграме Там бесплатные Вип прогнозы на киберспорт И новости из киберспорта TexasBet Ссылка в описании Подпишись Не ленись У нас пока что Перефарма За командой Ой 15к Какие на 15к? 15 минут Вот пошел в этом матче 1к Перефарма За командой Радиентов Ну это прям копеечки Вводит Себе уже набирает Хепперстоун Кстати Еще больше Пробав на себя Атакспида Опять-таки Войду Атакспида Максимально приятен И важен Поэтому его Всегда нужно Себе прокачивать Я надеюсь Что у меня Все нормально В записи Сейчас проверю А то сейчас вдруг Я записываю А оно не записывается Нет Вроде бы все записывается Вроде бы все работает Поэтому смотрим Катку дальше Войд напрыгивает Пока там подпарный портал Но не догоняет Своего оппонента Ну было бы неплохо На воде драться Всегда Когда у тебя Проходит тайминг Кулдаун На хроносферу Это в идеале Постарь охрону Подрался Кого-то убил Пошел фармить Это такой Игра на максимум Кстати Телепортация Войда Есть Поэтому в теории Можно было бы Снизу Драку устроить Но этого не делают Парни Продолжают фармить Ну Все бы не успели Сместиться Там путь уже видел Поэтому как бы Не было способом Куда же И спрягаться Зато Войда Уже есть в Вернир Бьёльнер на 15 минуту Минуте Ни хера себе Молодые люди 15 минут Для Бьёльнера Это прям ни хера себе Это прям достижение Это прям браво Это прям молодец Это прям хорошо Это прям по кайфу Пахарно сфера пошла А снова поймали Антивага И тут баш нужен В конце Баш 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 Айяй Почти 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 Вот долетел бы бьёльнер Тогда был бьё Думаю А так вот чуть-чуть Не хватило Прям писюлечки Не хватило Но намёл Прямо нормальному Бакам Протестировал на плотность Немножко Антивага Чуть Чуть Пестрюльку Не хватило Его добить Убивая там теремиям разора Ничего страшного Помер и помер Будет он в своём случае Пока Занимается фармом Пока будет тебе Не выкачивай талант На десятом уровне Решил с этим Попременить Добирать И перейти Раскачку Уже Максимального Четвёртого уровня На таймволк Таймволк Давно промаршен был у него И так же себе Вставить Вторую хранит Сферу Прокачивать Очень важно Да конечно Растёт Мана На 75 За прокачку Но зато как бы И растёт Длительность На 0.5 За прокачку Секунд И так же Уменьшать Скулдаун На 10 секунд С каждым уровнем Прокачки Что получается Весьма кайфово Не забывайте Что нужно делать стаки Опять-таки Альт Это ваш лучший друг Альтом можно ещё И проверять Спаумбоксы Вы нажимаете Альт Видите Где находится Спаумбокс И Ну Примерно там Соображаете Чтобы к таймингу Наступление Новой минуты В компе Не было Крипов Тогда у вас будет Хотя может быть Кому-то такая информация И нужна Войед снова прыгает На антимейджа Но антимейдж у нас В этот раз Будет жить Понятное дело Потому что Вайда нет хроносферы Ну или он там был далековато Чтобы его подконтролить Падает шмотка Уже Второго разряда Хотя не самая классная шмотка Для Вайда Скажем честно Ну Типа атрибуты Плюс дэмэдж Ну в принципе Это плюс 16 Плюс 18 дэмэджа Но Пассивка к сожалению Не работает Потому что Пассивка работает Только лишь на Дальних героев Данное В целом Войед фармит Фармит Зарабатывает На него нападают Кстати нападают Данки серьезно И нужно прыгнуть Нужно чтобы Сайм заканчивался Сайм заканчивается Перепрыгивая Кристалмэд Ну тут пока не остается Может быть Развернуться Там у нас Сенка Пока выглядели Но инвес Не имбайн Вискантрица Пуш Там тоже Кого-то Кушает Чуть ниже Минус два героя У команды Реотентов И очень даже Неплохо То есть Получается Для Илюхи ТВ И компании Ну Войед фармит Пробудт Трансфера Поэтому Когда поет Заходом Можно будет Хоть еще Какую-то Агрессию А при этом Упали герои Команды Реотентов Это можно Реализовать На небольшой Контроль Карты Скажем так Можно пойти Как раз таки И поломать Лышку Повар Дамбард И кстати Ставят Неплохие Команды Сейчас ЛТВ Потому что Поставить Такие Варды На Безопасность Бухает Прям Защищенным Скажем так Да Была Одна Смерть Ничего Страшного Зато У него Уже Дискан Отворца На 18 Минуте Что Получается Очень Даже Нормалды Получается Очень Даже Неплохо Минус Шалун Тем временем Поломали Шалуна Закромцали Шалунчик Шалунчик Отправлять Ставерну Есть Еще Дин Минус И Дополнительное Уничтожение Происходит На экране Прямо Сейчас Без Регистрации И СМС Как мы Видим Ну Неплохо Получается Неплохо Раскомсали Неплохо Развалили Кабинет Очередной Твоему Оппоненту Я не готова Покчамскому Тем временем Кстати Был вопрос Вот у меня Спрашивали Как Как Мне Замена В команде OG Что Взяли Темаду Да Нормально Совтодели Темаду Сильный Игрок Темада Классно Играет Перуанский Перуанский Воин Перуанский Гений Доты Поэтому Я думаю Что Думана Может неплохо Влиться В состав И Может быть Очень даже Профитным Для своей команды Новой Для команды OG Если что В принципе У нас еще Могут быть Какие-то Замены В ближайшее Время Потому что Не все Команды Которые Являются По сути Терриными Командами Смогли выйти На турнир Dream League Поэтому В принципе Сейчас Они себе Могут позволить Какие-то Сделать Решался Замены И Посмотрим Что Они там Себя Планируют Организовать В дальнейшем Ну а пока Он продолжается Фарм Фармежка Крип Долбежка Вот Опять Схронно Сферой Поэтому Было Неплохо Нападать Но Там Кстати Антимаг Тоже Набирает Антимаг Уже Диск Нетворс Антимаг У нас В этом матче Умирал Сколько раз Вообще Пять Раз Умирал Но Прям Троечки Но Посмотрим Как Это играет Хотя Пятки Упаджа Есть Вариант Неплохого Подсейва В этом матче Опять Хук Может Спасать Плюс Можно Будет Спасать Там При помощи Аганим Шарда По Уду Кстати Аганим Шарда Вайда Шарда Очень Важный Айтем Но Пока Его Нет Чуть Позже Это Обсудим Кстати У Вайда Уже Есть Вкачка Таланта Он Первым Делом Выбирай Талант Правый На 15 Уровне Это Талант На Увеличение Дамажа От Таймлок А это Прям Очень Мощное Усиление Более Чем В 2 Раза Он Растет То есть Плюс 30 Дамаж У него 25 Стало 30 Дамаж Уже 55 Дамаж Под Таймлок Это Ниху Хры Мухры Скажем Честно И Важно Этот Талант Себе Вкачивать Скажем Честно А Талант На 15 Это Замедление За Тайм Делайшн Получается Правильно Тебе Мышь Лагать Нужка Да Ну Тоже Не то Что Прям Масхеф Такой Талант Иметь Поэтому Убирает Тебе В целом Базу Базу Себе Убирает Стандартные Талантики Себе Решил Организовать Но Там Тем Время У нас Замечается Драчка Драчка Шатачка В центре Но Там Никого Не убьют Итак У Вайда Опятки Есть Хроносфера Было бы Плохо Нападать Но Пока Бойцы Вбирает Прийдет Пофармить Тп К сожалению В холдауне Поэтому Выбора Нет Выбора Нет Надо Фармить Надо Бабки Зарабатывает Надо Что-то Себе Здесь Делать И Потом Потом Все это Дело Откомбэки Скажем Так Ну А дальше Выбирает Еще одну Дорогостоящую Шмотку Далее Бабочку Бабочка Будет Весьма Кайфово Дреться Выживаемость Много Дэмэджа Почему Его нет Минусов Не вижу Ну Опять Заставить Еще Провоцирует Того же Антимага Покупать Себе Условнут НКБ Антимага Красничка Борда Кстати Он Уже В который Раз Сладывает Здесь Францеров Войда Но Правда Войт Хрону Ставит Сугубо На то Чтобы Отогнать Антимага Потому Что Все Так Можно Было Сейчас Не Ставить Хрону Типа Да Ты Напал Размел Антимага Ты Сбил Пол ХП А толку А толку Он ушел Лез Форми Дальше Как бы Антимаг Будет Форми Дальше Ну Да У него ХП Сил Лишь Тысяча Ну Хрен С Ним Ну А Войта Форми Тоже У нас Решил Он Таким Вот Образом Прогонять Антимага Видимо Решил Что Если Будет Просто Ити Там Тачковаться То Несможно Погнать Потому Что Если Вы Просто Подходил Размен По ХП То Тогда Антимаг Просто Бо ему Кабинет Отбил Да И Все И Хрен Что Он Ему Сдел Увойд Просто Ман Потерял А так Хроносферой Все Так Провоцирует Его На Какое То Смещение Но Было Здорово Если Было Такие Хроносферы Смещался Там Либо Пак Либо Леон Чтобы Либо Контроля Поддать Либо Дэмэджи Подберз Тогда Можно Было Убивать Ну Пока У нас 6 К Там Прыгнет Живет Панту Заберет Суману И Все И Че Войду Делать На базу Бежать Ману Регенить И Отступать Более Глубоко Под Базу Чтобы Себе Все Восстанавливать Прочнее Не стоит Этим Заниматься За Него Быть Ошиб Очкой Очка И Ошиб Очка От Такого Может Произойти У Нас Очень Быстро Такая Себа Затея Если Вдруг Быть Таким Промышлял Ну А Там Демонтируется Вышка Вышка Упала Вышка Рассыпалась Еще Один Ресурс Там Себе Подзарабатывают Парни Из Команды Реддит И Уже Перефарма Нас Возрастает Побыше Подальше Немножко Помощнее Тебе Все Делают Эти Молодые Люди Так Снова Намечаются Агрессион Снов ШДПС И У нас Парни Пытаются Демож Подраздатель При этом У нас Отступает Гражданский Который Пуджинский В бокам Не награли Потому что У нас Немножко Там Есть Небольшое Перемещение По оппоненту Запускает Там У нас Дополнительные Удары Противника Есть У нас Там Еще Прохеджев По этому Могому Человеку Набивает Демож Гражданского Гражданского Больно Есть Мановой Это Минус Вытирает Этого Забывать Как мы Видим Получается Весьма Весьма Качественно Как мы Видим Классно Классно Здорово Приятно Очень Даже Хорошо Проверил Какая Аврага Этого Матча Средние Средние Этой Катки 9400 Ну Нормально Это Хаймар Паблик Такой Хороший Да Конечно Это Немеровый Рекорд По Мэру Это Кажется Вам Не 2600 Как У нас Было Вот Недавно Каткам Сыграно Но Тоже Звучит Очень Даже Грозно Такие Цифры Очень Даже Неплохо Все Это Залетает Ну Кстати Если говорить О ЛТВ Я Управил Профиль На Дота Баффи У него Сыграно 775 Карт На Войде Прикиньте 775 Карта На Войде Охренеть Жесткий Много Опыта Игры У него На Этом Персонаже Скажем Честно Поиграл Четка Постарался На Этом Герое Ну А Тем Тем Времени Набрасываться Наршана Парни Кстати Решили Добивать Себя Игги Сейчас Там Есть Скан От Рейдета Поэтому Не Знаю Что Происходит Не Знаю Что Можно Под Дефать И Дискать Перефарм Сейчас Шанс Для Команды На Комбэк Для Команды Дайра Понятное Дело Подсасывается В это Развор Здесь Прыгает Дальше На Развор В зоне Убития Древко Пак Фиксирует Немножко Своего Оппонента Дубой Пока Не Влетает Он Боится Не Хочет Рисковать И Все Так Тут Сливаются Рошане Парни Из Команды Дайров И Войду Лучше Уходить Водит Нажимает И пошел Просто Отпушевать Базу Мы Конечно Команда Дайров Дарит Рошана Для Своего Оппонента Ну Не Прикольно Получается Получается Что Таким Вот Образом У них Тут Ситуация Произошла Можно Было Было Лучше Данный Пай Провести Но К сожалению Умеем Что Имеем Вышло Как Вышло Не Самый Качественный У нас Происходит Здесь Вариант Битвы У Данных Молодых Людей Окей 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 Перефон Такой Нормальный Уже 13 Перефарм За Командой Слева На 27 Минуте Это Прям Нормально Это Прям Такой Хорош Подфарм Получается Это Прям Нормально Получается Для них Скажем Честно Посмотрю Что Будет Дальше Происходить Смогут Лет Такого Парня Отыграться Но Пока Не Прикольно Получается Так Формюшечка Долбежечка У нас Идет Дальше Какие Шмотки Дальше Выбирает Войд 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 МКБ МКБ Почу Потому Что Там Бабочка Уже Есть Антимага Поэтому Кб Ему Тут Крайне Необходимо К сожалению Нет Сейчас Хроносферы У Войда Еще Нет Полуминуты Ее Поэтому Деф База У нас Пока Не Происходит Но Лучше Все-таки Вприкаться Под базу Потому Что Там Команда Уже Деф Команда Сражается Вот У нас Пытается Немножко Поформить Я думаю Я так Понимаю Он ждет Отката Хроносферы Падает Вышка Вышка Упала У нас Сразу Возобновляется Этот Возобновляется Сразу Вариант Прожатия Глифа Поэтому Пока У нас Втянут Время Парня Из команды Дайеров Будет Уже Наконец-то В перемещенных Пайп Уже У него Почти Откатывается Кнопка Набивает Дема Пробивает Войт Фирита Войт Фирит Минус Минус Еще И по Кстати Разору Хроносфера Сразу Под возрождение Едется По Антимагу И Антимаг Почти Умер Пуч Не успевает Его Подкукать Парварит Пак Напрыгивает На Антимагу Антимага Проблем Леон На Месте Это Будет Минус По Антимагу И Все Парни Дэф Из Команды Дайеров Они Все Таки Сделали Здесь Неплохой Комбак Как Мы Видим Покайф 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 Себе То Что Они Утратили На Старте Ничтожество Пошел Срать Вся Дети Бывает Так Кстати Увай Дафраг Уже Четыре Фрага Глупного Матч Ну Не Огромное Количество Фрагов Конечно Для Войда Залетают Приятное Но Не Огромное Пауза Пауза Мне Интересно Проматывать Паузу Потому Что Мы Можем Это Позволить Сразу Хоп И Сейчас Все Сильно Улучшается Скажем так В этом матче Для команды Дайеров Да Все еще Первый номер Выграют Радион Тем не менее Тут уже Хотя бы Не такая Плачевная Как была До этого Сейчас Хотя бы Можно Поиграть Сейчас Хотя бы Можно Кнопочки Неплохо Понажимать Будет На более равных На творца Молодцы 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 По предмету Давайте посмотрим Что он Вообще В этом матче Планируется Потому Что пока У нас Намечается Скажется Стадия Опять Поформить Поэтому Давайте Посмотрим На общую Картину Игры Кстати Прикол У нас Аж Трим Их Слеера Есть У команды Радиантов У Худвика Разора И Спирита Как-то Перебор Как Мне кажется Антимакс Драйт Аганим Далее Притом Атимагу Было бы Неплохо Было бы Неплохо Может быть Купить Себа Широк Дэдов Контроля Но пока Он с этим Не Спешит Как мы Видим Ну и В принципе Из интересного Что еще Путь у нас У нас Уже Кстати С Аганимом Воняет Смердит Но было бы Неплохо Себе Еще Аганим Шар Копить Да Поводу Аганим Шар Навайден Очень Классный Айтем Он В принципе Нужен Как Можно Скорее Но Пока Он На это Бабки Не сливает Видимо Все еще Хочет Получить Шар Убийство Рошана Но Почему бы Нет Пускай Будет Возможно Каски Срашанчика Данный Айтем Все В дальнейшем Подлукает Это тоже Ну Видат Это Кайфовый Бонус По итогу Пускай Будет Будет Так Ну что Фармим Долбим Долбим Нормально А вот В этом Все Продолжают Зарабатывать Бобосик Так Вот По поводу Шарда Что дает Шар Для Вайда Дает Ему Возможность Улучшить Дальность Таймволка На 950 Будет Применение У него С максимальным Уровнем Раскачки А также Еще будет Такой момент Интересный Что Можно будет Для себя Использовать Реверс Таймволк Реверс Таймволк Это Дополнительная Возможность Активизация Способности На Обратный Пережок То есть Вы прыгаете На таймволке И можете Вернуться В ту же Область В течение Полтой Секунды После Прожатия Таймволка И Можно Таким Вот Образом Там Байпи Какие-то Кнопки Менять Позицию И так Далее Это Прикольно Смотрится На самом деле Можем Плохо Это Покайф Реализовывать Дальше Ну Войду Нет смысла Нажимать Хроносферу Потому что Нажмет Хрону Дэмэджа Нет У него Дэмэдж Как бы Минусов Почти Сейчас Был Он Чисто Щекотунь Куба Своего Оппонента Поэтому Бабочки Для себя Решил Все-таки Спровоцировать Противника На Новые Предметы Как мы Видим Решил Что Пускай Пускай Покупаются Такие Артефакты Так Поиграет Так Поделает Как Лучше У себя Есть Воновод Есть Удар Набивает Дэмаж Пробивает Антимагу Антимага Вникает Трудности С выживаемостью К нему Подкатывает Двое Дальше Калашмать Тому Прям Неплохо Лицо Лицо Отваливается Готов По Антимагу Тимагу Палки Незпресс Зарабатывает ЛТВ Тем временем Отличнейший Бонус Себе Делают Молодые Люди Прямо Сейчас Без Яки Качественно Молодцы Мы неплохо Сделали Так Ну и у нас Начинается Агрессия Пошел ДПС Там Набивает Еще Орех В лицо Запускали Наш Подпака Пока Там Чутка Поднагали Но Не Уничтожили Есть Дрим Клона Прыгает Обратно Вот Кстати Уже Играется На Ревер Саймол Как Мы Видим Уже Показывает Реализация Кнопки Но Правда Нужно Быть Поосторожнее Прыгает Выпрыгивает Прочь Обратно Возвращаться Смысла Нет Хлыстает Разор Пока Свою оппонент Пытается Поубивать Всех И все И Подцепил Вайда Но Это Разрывает Этот Статиклинг Выпрыгивает Подальше Разор Очень Быстрый Скоро Будет Плазма Филд Есть Глепнир Очень больно Войду Войд Живет Или нет Еще Прыжок И опять Он выпрыгивает Прочь Подтяжка Пошла У нас Сейчас От Войсфирита Но Он не Подцепил Вайда Войд У нас Опять Выпрыгивает Подальше Он пытается Немножко Васт Нановиться По кпшке Было бы Неплохо Себе Добавить Какую-то Доп Регенерацию Но К сожалению Такой Опции Пока У него Нет Регенерацию Прикольную Для себя Возвращается Обратно Файд Два Дам Дам Добивает Урончик Пробивает Оппонента Разрывает Воспирты Далеко Давят Слишком Далеко Давят Парни Из команды Регентов За что и были Наказаны Были Жестоко Наказаны Прямо Сейчас А так Вот Нормально Получается Ну и Посмотри Капы Давайте Посмотрим У нас Уже Полноценный Комбэк Происходит На экране По сути У нас Все Вернулось Обратно Все Вернулось Обратно 3 700 370 Зарабатывают Себе Радиант И 2800 Поднимают Себе Краски Дайеры В этом Матче Вот Так Вот Неплохо Получает Себе Бабла Организовать Прямо Сейчас Без Регистрации СМС Классно Круто Круто Все Круто Все Приятненько Получается Для Них Ну и Вот Уже Врывается На Законное Место По На Порсу Имеет У себя Топ Один Заслуженные Прямо Сейчас Прикольно Так Ну что Молодцы Красавчики Классно Сделаешь Классно Дополнение Абсолютно Не имею Делают Максимально Слаженные Классно Ну и Ждем Чего Ждем Наверное Рошанчик Потому Что В целом Можно Уже Поиграть Под Убийство Рошана Этим Парням Смогут Его Скорее Всего Скоро Времени Ухан Дохать Детого Рошан Чекан И Потом Уже Можно Будет Неплохо Разыграться Можно Быть Потом Краски Неплохо Уже Саегис Сдоп Бонус Саша Нам Пытаться Тукатку Перевести На Финальные Рельсы Скажем Так В целом Как Вы тут Уже Наиграли На Такой Гипер Лейтгейм Каким Видим В рамках Этой Каты Здесь Секундочку Попали Час кое Что Мабылин К проверить Это Наше Время Записи Делать Очень Прикольно Но Так Уж Получилось Хотел Проделить Один Момент В Плани Вот Катки Райний Пойм Мэру Понял Понял Придел Осознал Так Остан Хорошен Чикам Промсают Пармите Временем Промсают Ошан Чика Полным Ходом У нас Добывается До Дополнительный Прямо Сейчас Вот Парней Из Команды Тьмы И Саидисом Дальше Вот Нем Засекать Нашечка У нас Был Какой Третий Кстати Олег Не Третий Вот Чем Просто Благоним И Неблагоним Так Пока Гоним Коваршан Чики Совершенно Не Вижу Поэтому Это Видимо Был Номер 2 Сырный Пока Что Опять Пошло Падение Нас ЛТВ Но Убить Не Смогли Кстати У ЛТВ Уже Есть Вкачка Талантов Я Совсем Забыл Про Это Дело Есть Очень Прикольный Очень Важный Талант На 20 Уровне Правый Это Дополнительный 80 Атак Спида Под Хроносферой Это Очень Классный Бонус Всегда Выбирайте Это Волк Кулдаун Он В разы Меньше Дает Импакта Как бы Да Это Выживаемость Казалось Но Лучше Все Так Доп Атак Спид В Хроносфере Намечается Дикий Махач На Экране Кстати Все Еще Есть Хроносфера Ее Все Еще Можно Прожимать Там Пошел Байбэк Покупается Кристал Нед В это время Антимаг Пытается Сплит Пушить Пока Ломает Бараки ЛТВ Пытается Найти Хоть Кого Но Не Нашел А Бараки Тут Что Вот Так Оно Происходит Вот Таким Образом База Ломается У нас Сейчас В этом Матче Ну Что Ж Досадно Не Прикольно Но Бывает Так Купчанский В Порядке Так Вводит Себе Дальше Там Разгревает Шмотки Кстати Бабочку Себем По итогу Не Купил Реш Купи Седай Долус Как Мы Видим А Поводу Шмотки Лесной Вот У Атакует Ну В Радиусе Поэтому Как Был Безпока Бонус Но Он Себе Уже Выбивает Шмотки Четвертого Разряда Это У него Теперь Майн Брейкер Это 45 Магического Урона От Атак Для Войда Также Дополнительно 30 Скорости Атаки И Атак Спит Уже Прям Хороший 0 4 Атак Спит У Войда То есть Он Дает Там Два С Сайланс Это Классная Каски Тоже Вариант Комбинации Таймволка Ты прыгаешь С прыжка Даешь Первый удар Сразу Сайланс И Пытаюсь Там Либо На БКВ Развести Либо Вовсе Убийцев Оппонента Поэтому Может Быть Прям Хорошо Может Быть Прям Приятно Может Быть Прям Отличненько Все Это Реализовано Вот Такие Приколдессы Молодые Люди Могут Быть У нас Дальше Формим Дальше Ждем Чего Нибудь Еще Интересного В этой Катуля Прона Есть Кнопки Есть Есть Чем Драться На Идея Очень Важно Покупать Себе Рефреш Потому Что У вас Тогда Будет 2 Хранцвет 2 Блокенбара Ну И Опять Такие Уже Вы Выросли Максимально Вы Максимально Большой Максимально Страшный Максимально Жирный Поэтому Почему Б себе Рефреш Не Купить Так Решил У нас И Данный Войд И Именно Рефреш Себе В дальнейшем Он Тут И Выбирает Так Пошло Нападение Пошел ДП Прорывают У нас В это Время Двух Героя В этом Пайте Развальд Там Еще Спарниш На Печке Ой Хороша Хорносфера Хороша Лет Залетает По Троим Еще Выкукивает Антимага Очень Битая Цемка Чудом Выживает Надо Удар Есть Мановой Тут В это Время От Антимага Срабатывает Тот Самый Сайленс И Добивает Антимага На Фиж Войд Симается Едис Прыгает Вэтфит Есть Фингер Прощупали Пальчиком Этого Мальчика Антимаг Наверное Уже Подгорел Потому Что Байбэк Был Зря Вкасован Есть Добл Даймаж Антимага Уворачивается От Кука Пуджа Юла Так Срабатывает Контр Схуэл Пока живет Прыгает Леон Накрывает Здесь Пока что Антимаг Антимаг Без Байбэка Ошибочка Серьезная Ошибочка От Антимага Напрыгивает Файт По спид Есть Бкбшка От Вайда Пытается Войспид Немножко Развести На дэмэдж Прыгает Войт По коне За оппонентом Там еще Пак Что нет Байбэка Он Выкупался И Умирать Ему Противопоказано Он пытается Редкликом Сломать Базу В центре Он пытается Сейчас Выиграть Игру Для своей Команды Или Хотя бы Сделать Максимально Максимально Большой Окуп От Фида Команды Но Антимага Там Перехватывают Его пытаются Убить Убивают Пак Тем временем Неплохо Получается Войт В это Время Подпушивает Центральную Линию Но Антимаг В лесу Монтить Уворачивается Автогрейс Оппонента Но И Смогут Сейчас Подпушить Мид Парни Из команды Дайер Учитывая То что Байбэков Ровно Ноль У команды Реддитов То можно Как понять Что нет Байбэков Все очень Просто Сверху Если на Героя Тут нет Золотой Рамочки То Это Означает То что Нет Байбэков Как Видим Все у нас С рамки Без Золотой Подсветки Поэтому Мы Понимаем Что Байбэков Там Нет Антимаг Все еще Крысит Антимаг Все еще Ломает Базу Противнику Пытается Сломать Еще один Барак И у него Вроде Как Даже Получается Будет Выпрыгивать Пока От агрессии Разор Разор Пока Там Захлыстал Отшлепал По жопе Леона Кстати По итогу Так У нас Пушили Слишком Мало Парни Сатаник Хорош Сатаник Это классно Но правда Шмотки Заканчивается Уже Даже ПТ Убирать С себя Потому Что Ну Просто Тупо Некуда Уложить Шмоток Так Много Он Так Богатый Что Просто Некуда Всунуть Себе Артефакты Как Мы Видим Решил Таким Макаром Себе Шмотки Тут В разные Стопы Стороны Передропать Потому Что Уже Тупо Не Лезет Просто Не Завязает Шмотки Вранец Для Этого Парня Так Там Пуджинки Пошел Класс Пошел Какие То Себе Там Локация Наводить Лютают Прыгают Вдри На Раззора У Раззора Там Могут Трудности Небольшие Нападают Прыгать Кристал Магом Магеночка Минус Википси Готов На Экране Есть Орех Лицо Хук Перетягивает Обратно Раззора Антимаг Пытается Пытается Выиграть Доту Путем Сплит Пуш Пробивает Бараки Садят Последний Барак Который Стоит У парней С команды Дайр Это будут Мега Крепочки Уже Совсем Скоро Антимаг Пока Не Справляется Ведь Работает Бэнт Антимаг Это пока Раскачивает И Белка Мешает Войду Белка Не успевает Ничего Сделать Прыгает Боже Матчи Но Неприкольно Конечно Что Таким Образом Тут Все Запушили Сплит Пушили Не Очень Классно Получается Так Много Части Что Так Большую Часть Территорию Смогли Забрать Молодые Люди Ладно Мастер Килл Убивать Время Публика Тем Временем Путвик Также Отправляется В таверну Как Мы Видим Вот Так Вот Еще Одного Антимаг Молодые Люди Так Что Дальше Что Дальше Дальше Нужно Наверное Снова Ждать Рошана По поводу Вайда Опятки Он Тебе Уже Докачал 28 Уровень У него Уже Есть Таланты Которые Он Пропускал На 10 И 15 Левеле Мы С вами Хуже Разбирали Талант На 20 Мы Тоже Разбирали А Вот Талант 25 Я Забыл По поводу Там Есть Два Варианта Либо Универсальное Уклонение То есть Войд Может Избежать С вероятностью 20% Любую Атаку В свою Сторону Но Это Отключается Истощение То есть Можно Это Вырубать Но Там Лагун За Доджи Палис Леон Да Что Угодно Там Хрит Фантом На 2000 Третья Вылетает Он Это Доджит И Так Что Талант У него Есть На 25 Это На Увеличенный Радиус Храносферы В целом Талант Прикольный Но Иногда Может Быть Небольшой Минус Потому Что Хрона Увеличивается Как бы Да Классно Прикольно Ты Там Больше Героя Может Храносферу Но Тогда Нужно Нажимать Осторожнее Потому Что Ты В теории Увеличиваешь Шанс Того Что В Прямо Обойти Такие Вот Дела Опять Напоминаю Что В конце Этого Матча Я Покажу Фишку Как Можно Двигаться И Ну Как Можно Двигаться Атаковать В хроносфере Вайда Не будучи Вайдом И не будучи Рубиком Поэтому Досматривай Ролик До конца Скоро Будет Фишка Но Пока У нас 2к Перефарма Графики Нам Показывает То Что Шансы Большие И У Одной И Второй Команды Учитывая Потерю Бараков Почти Всех У команды Дайеров Дота Считает Что Шансы Даже Выше У парней С команды Редент На успех В этом матче Посмотрим Кто Выиграет Пока Непонятно Будет Играет Почти Идеально 10 11 16 ЛТВ Старается Потеет За свои ПТС Пытается Поиграть Хотя Как Видим Пока Он На процеду Не Врывается Как Он Точно Команды Помнят Что Он Там Катал Это Было Хрен Знает Когда Очень Давно Это Было Но Было Такое Когда Там Давным Давно В Былые Времена Еще Мой Знакомый Работал Команчи Этот Фланки Здесь Вот Козвать Комментатора Фланки Флейм А Потом Себе Ник Менял Я Забыл Какой Ну Короче Суть Важно Так Ну Что 4к На руках Кстати На Бэбэк Оставить Максимально Важно Без Бэбэк Оставаться Нельзя Антимаг Играет Очень Борзо Там Бак На Свет Кнопках Перемещается Прямо На Пазе У Противника Запрыгивает Пуджинский На Фрэш Это Аганим 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 И сыр Я Егис Понятное Дело Поэтому Аганим Кому То Может Залететь Аганим Может Будь У Слышу Звуки Слышу Звуки Там Рошана Бьет И Подкатывает Пуджинский Почти Упал Нужно Врываться Нужно Нападать Нужно Брать Позицию Полетел Войт Полетел Поставил Таносферу Начинает Лупить Лупит Нормально Разлупливает Здесь Разора Ломает Еще И Войт Спирита И Рошан В копилочку Для парней Из команды Дайер Отличнейшие Приколы Да не Разобрал Аганим Он Дает Паку Решил Что Паку Будет Более Полезно Более Эффективно Ну Пака Тоже Кайф Аганим Владелец Способности Атакует Всех Врагов Под Действием Древ Древ Койла Своей Обычной Атакой Если Враг Разрывает Спираль То Атаки Прекратятся Лишь После Того Как Закончится Оглушение То Даже Если Порвать Древ Все Еще Вылетают Так Кстати Войд В себе Огонь Можешь Купить И За Свои Бабки Ну И Также Моншард Можешь Купить Не Забываем Что Моншард Не Только Можно Скушать Его Можно Сить В себе И Также Не Забывать Что Моншард Это Не Только Спит Моншард Еще Дает Дополнительную Видимость Ночью Поэтому Съедаем Моншард Получает Дополнительный Радиус На 200 Обзора Ночью Это Очень Кайфовый Бонус Потому Что Ну Там Словно Та же Позицион Ночью Обычный Вижен Это 800 А так У него Касарь Будет Вижена И Ну Ты Лучше Видишь Свои Цели Ты Лучше Видишь Куда Прыгнуть Куда Поставить Хроносферу Поэтому Не Забывай Такое Покупать И Вот Он Себе Поставил Снова Рефреш В сборочку Это Будет Уже Там Какая Седьмая Восьмая Шмотка Для Него Потому Что Ну Грубо Говоря У него Была ПТ То есть Вот У него Сейчас Есть 6 Слотов И Там Хамбэк Можете Призойти Всякая Тут Может Лучиться Так А тут Еще Может Быть У нас В Это Матче Ну Антимагу Сотяне Очень Прикольно Пуш Против Леона Потому Что Леон Как Мало Того Что Сам Поймать Может На Хекс Там Подкоп И так Дальше И может Иллюзии Так Быстро Убивать За Один Лайфдрейн Коба И все Иллюзии Упали Парням Из команды Дайер И также Важно Чтобы У всех Были Байбэки Кстати Байбэка Нету Вайдан А это Может Быть Ошибочкой Это Может Ошибочкой Такое У нас Произойдет С таким Нужно Что-то Сделать С таким Нужно Как-то Соблагать Нападает На Демаг Этим Ременем Пошел ДПС Накидывает Дэмот Прогревает ЛТВ ЛТВ Пока Что Байтит На Освещение Своего Противника Есть Хроносфера По двум Героям При этом Он просто Изничтожает Разора Разор Сосет Но Сосет Он Как бы В двух Сразу В двух Вариантах Сосания Скажем Так Потому что Сосет Он Как бы Себе Еще И На Смерть В этом Матче Потому что Там У нас Там Выбивается А Ей Кстати Очень Кайфово То Что Из этого Парня Но Нужно Продолжать Полетел Куда Что Залетел Но Это Залетный Это Залетный Топ Таверни Это Не Очень Прикольно Это Очень Классно Есть Там Демаж Дальше У нас Набивают Убивают Кристал Мэдом Войд У нас Пока Не Выкупается Дабл Килл Зарбаться Воспирит И Пошла Средная Комбинация Небольшая Пронес Мандодар Неужели Они Такое Проиграют Да Байбэк Набивает Сразора Байбэк Набивает Антимага Но Нужно И Выкупаться Героем Команды Как раз Таки Справа У Вайда Кстати Не Будет Хроносферы Он К сожалению Себе Не Накопил На Покупку Рефреша Поэтому Надо Бы Чтобы Была Хроносфера А ее Нет И Что Делать Как Драться Посмотрим Выкупается Войд Должен Выкупаться Путш Будут Парни Дэв Свою Базу Антимаг Уже Под Базой На Пару С Тиммейтами Но Опятки Не Рискуют Эти Молодые Люди Антимаг Пока Подпушивает Распушивает Верхнюю Линию Через Иллюзии Играет Максимально Все Саевого И Осторожно До Хроносферы Еще Остается Целая Минута Времени Довольно Много До Поведения Хроносферы Поэтому Сейчас У нас Либо Попытка Заканчивать От команды Радиантов Либо Они За суд И отойдут Походу Не забоялись И даже Не смогли Еще Байбэк С Пуджа Выбить А что Пудж И Вилка Все еще С Байбэк Настаются И не хватает 500 голды На Байбэк Для Покчамского В этом матче В теории Покчамский Тоже может Байбэк Себя В дальнейшем Займите Тоже Сможет В игру Вернуться Тоже Сможет Себя В файте Проявить Поэтому Надо Как бы Что-то Придумать С этим Делом Надо Как-то С этим Делом Поиграть Пока Вот Так Получается Ну Май 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 Вот Как-то Так 45-42 Максимально Такая Мясистая Дота Почти Часовая Кто знает Возможно Мы с вами Доживем До шмоток 5-го Тира Такое Тоже Вполне Может Быть Мудрости И Тридцатый В кармане Сейчас Будет Или Не Не Себя Забирает Второй Мудрости Кингу Резик Опускать И Возьмут Чтобы Достался Экспириенса Больше Для Них А у Ни Так У Нармал Смей Не Надо Саппорт Забирать Сети Приколы Правильно Вот Командный Игрок Командная Дота Оп Антимаг Полетел Прыгать На Легона Антимаг Падает На Две Минуты И Поход Это Конечный Вот Так Ты Играешь Стараешься Весь Матч А В Разур Тоже Падает Байбека Там Пока Выскакивает Белка За Белка Вошла Погоня Белка Пытается Найти Белка Где Белка Здесь Белка На месте Нашли Ее Поймали Ее Убили Это Минус Белочка Она Выкупается Но Это Уже Не важно Два Кор Матчи Красивый ЛТВ 13 2 20 То есть У него там Есть 3 2 2 Когда Но Он Ломает Себя Очень Много Ассистов Себе Он Сделал Это Катки Эфо Получается Цевочка Иди Сюда Родная Пробивает И Там Снова По Лицю Нажимается Утимативно От Кристом Баш 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 Наконец Залетает Минус Еще Одно Уничтожение Произошло Ну И Там Кстати Войд Себе Вроде Б Даже Купил Рефреш Если Не Ошибаюсь Вроде Б Рефреш Уже Подлетает Курьере Правильно Или Неправильно Так Это Курьер Войдаш Да Рефреш Готов Ну Слотов Дахера Он В этом Матче Сделал Я Прям Все Слоты Поставлю На Картинку Этого Матча На Превью Чтобы Было Понятно Насколько Ж Это Мощный Войд Надеюсь Вам Данный Матч Понравился Надеюсь Вы Поставили Лайк Надеюсь Вы Написали Комментарий Надеюсь Вы Подписались На Канал И Как И Обещал Падение Трона И Я Сейчас Покажу Фишку Как Можно Будучи В Статей Этого Матча Сколько Дэмэджа Выдал У Нас Илюха Телевизор Это Было 49 К Урона От ЛТВ В Этой Катки Весьма Недурно Итак По поводу Фишки Смотрите Все Как Бо У Нас Весьма Интересно И Забавно Получается Не на Поверхности Это Все Работает Сразу Не Догадаешься В чем Прикол В чем Фишка В этом В этом Баги В этой Фишки В этом Приколе Короче Смотрите Мы Делаем Войда У нас Есть Войд В команде Условно Вы На Воде Катаете Или Против Вас Войд Играет То есть Вот Есть Войд Мы Делаем Врагов Нам Нужна Земля Нужен Земля И Земля Нужен Аганим Чтобы У нее Появился Спел Под Названием Ичан Треминант Как Работает Спел Он Позволяет Закладывать Героя И Этот Герой Будет Находиться Как Раз Таки В В Каменной Форме Также Нам Нужен Какой Это Враг Допустим Там Фантом К И Вот Фантом Как Врага Вот Фантом У нас Дадим Левела И Давайте Это Немножко Там Рапир Допустим Чисто Чтобы Такая Фантом К Была С Чем Так Камера Пер И Омни Найт Получается Вот Нам Нужно Омни Найт Мы Делаем Врага Омни Найт Умни Этож Лотки Не Нужны Ну Нужны Такой Способности Итак Вот У нас Водит Мы Нажимаем Хрон Сферу Мы Нажимаем Кнопочку На Омни Найти Нажимаем Ту Штучку И Вот Она Двигается Почему Она Двигается Нахер Его Знает Непонятно Почему Она Мы Ставим Краски Камешек Она Не Двигается Двигается Именно Под Омни Найт То есть Если Делать Без Омника Это Не Работает Сейчас Проверяем Эту Фишку Вот У нас Заканчивается Рэпл Рэпл Заканчивается Мы Нажимаем Кнопку Нажимаем Рэпл После Он Не Нажимается Нет Цели Но Именно Если Нажать Вот В такой Поочередности У Нас Лупани Репост Этого Видео К себе В социальные Сети Чтобы Было Больше Зрителей На этом Канале Потому Что Каналу Нужен Рост Было Неплохо Добить Себе Отметку 100 Зрителей В этом Году Все Обнял Приподнял До Связи Пока Пока